по твоему мнению является настоящим мужчиной а кто является настоящей женщиной настоящий мужчина ответственный по моей это мое субъективное возможно мнение но это ответственность потому что ответственность в принципе дает возможность мужчине совершенствоваться абсолютно во всем мы прекрасно понимаем что мужчины бывают разными и кто-то достигая определенного уровня развития останавливается кому-то этого мало идет дальше но ответственность позволила нам сегодня быть с тобой здесь а потому что если бы например твоей дедушки прадедушки прапрапрадедушки все поколение мужчин были бы безответственными в каких-то вопросах ну скорее всего тебя бы здесь не было пришло бы я пообщался со стулом и ответственность она в принципе таким лейтмотивом в жизни мужчины проходит в абсолютно всех сферах жизни если мы говорим про бизнес это же ответственность до ответственность взять на себя риски какие-то если мы говорим про отношения женщин это тоже ответственность ты должен понимать что ты даешь некие гарантии женщине безопасность ответственность отцовства ответственность в дружбе ответственность по отношению к себе к своему здоровью в любую сторону смотрим и везде ответственность определяет мужчину если ответственности нет если мужчина не отвечает за свои действия и поступки, слова, в принципе, можно прекращать любой разговор с ним. Если говорить про женщину, ну, я бы, наверное, описывал такие качества, как осознанность и доброта. Потому что осознанность часто мешает женщине, отсутствие осознанности мешает женщине найти себе партнера подходящего, либо внутри отношения с партнером сломать его. Причем сделать это абсолютно бессознательно. Все, что касается доброты, ну, как мне кажется, такая очень приятная энергия. Если женщина злая, ну, с ней очень сложно строить отношения, она будет коварна. А если она еще и неосознанная, это вообще двойной выстрел в голову. Но мне кажется, у женщины тоже должна быть ответственность так или иначе. Или это неопределяющий фактор? Ну, у женщины ответственность это такое второстепенное качество. Потому что, если мы даже посмотрим на репродуктивную деятельность мужчины и женщины, все абсолютно по-разному. У нас, у мужчин может быть женщина, которая беременеет. Кто за нее берет ответственность? Мужчины. А возникает вопрос, почему я должен за нее брать ответственность? Ну, потому что это продолжение рода. Это твой ребенок. А женщины по-разному проживают беременность. Кто-то ходит в спортзал, занимается спортом в это время, а кто-то лежит на сохранении в больнице. То есть, в этом смысле у женщины ответственность где-то даже биологически может просто утекать из рук. Она пропадает. Она хотела бы, вот она хочет быть ответственной, пойти на работу для того, чтобы обеспечить какие-то базовые потребности закрыть. А она забеременела, ее бросил мужчина, она не может работать. Соответственно, степень ответственности совершенно другая. Поэтому, это общая характеристика. Там из каждого состояния вытекает следующее. А если говорить именно про ответственность в отношениях с мужчиной? Женщине очень важно не заходить на территорию мужчины в отношениях с ним. Потому что, если он, если она заходит на его территорию, кастрирует его психологически. А женщины это очень сильно и очень качественно умеют делать. Иногда это даже проявляется через недоверие. Когда женщина наблюдает за своим мужчиной и видит, что у него что-то не получается. И вместо того, чтобы дать ему ошибиться и исправить эту ошибку, стать сильнее и мудрее вырасти, она может где-то соломочку подстелить ему. Появляется с советами, рекомендациями, либо с манипуляциями какими-то. А может быть, где-то и с критикой, с высмеиванием. В этот момент мужчина перестает быть мужчиной. Либо когда женщина пытается мужчину ограничить в его свободе. Учитывая тот факт, что мужчины никогда за всю историю существования человечества не находились с женщинами так часто, как сейчас. А большую часть времени мы проводили либо на войне. Охота, рыбалка, работа в поле, мастерская. И, в принципе, у нас даже не было регламента временного, что я должен прийти домой в 20.00. Потому что моей задачей основной было выжить и создать условия для выживания семьи. Сейчас технологически мы по-другому развиваемся. Есть временные промежутки, которые мы делим на отдых, на сон, на работу, на общение с семьей. И, естественно, если ты хочешь себе найти мужчину сильного, успешного, особенно если мы говорим про бизнес-сообщество, в бизнес-сообществе должны быть особенные женщины рядом с этими мужчинами. И если рядом с предпринимателем начинающим либо действующим появляется женщина-невротик, особенно с такой предрасположенностью к созависимым отношениям, где она всецело эмоционально зависит от мужчины, ей очень дискомфортно наедине с собой, она его задушит. То есть она станет источником стресса. На работе и так достаточно стресса у бизнесмена, у предпринимателя, там много рисков. А если эти риски еще соприкасаются с гормонами стресса, и источником гормонов стресса является жена, у мужчины рано или поздно просто пропадет к ней интерес. Не потому что он самостоятельно этого захочет. У нас так организм устроена наша психика. То есть мы берем, например, ретикулярную активирующую систему, симпатоадреналовую систему, органы чувств наши, объединяем это все в единую структуру и еще добавляем туда гормоны. Нейроассоциативно только от одной мысли. О жене истеричке у мужчины может начинаться стресс. И он сам того не понимая, не спешит домой. А она, понимая, что он не спешит, еще сильнее начинает его давить. А он еще сильнее отстраняться. Это не говорит о том, что женщина во всем виновата. Да, то есть я выступаю за модель, где два человека несут ответственность в отношениях. Оба. Но когда женщина претендует на мужчину, на его территорию, на его свободу, на его авторитет в семье, на этом, в принципе, может все закончиться. Так или иначе, я знаю, что мой подкаст смотрит много ребят, которые пытаются делать бизнес, стартапы, вырастать очень жестко и очень быстро в молодом возрасте. И у всех появляются уже какие-то первые отношения. Лично у меня даже так было. И как будто бы нужно определить баланс. То есть сколько, какое количество времени все-таки нужно уделять своему партнеру, когда ты хочешь реально чего-то добиться. Вот что ты про это думаешь? Ты знаешь, многие ребята молодые общаются с девушками как с антистрессом. Кто-то его в руке мнет, а кто-то себе девушку заводит для того, чтобы удовлетворить сексуальные потребности, возможно, какие-то психоэмоциональные. И тут весь вопрос заключается в том, для чего тебе эта девушка нужна. То есть если ты понимаешь, что ты идешь в отношения для создания семьи, это один вопрос. Если девушка для тебя становится промежуточным звеном в достижении твоих целей, и ты сам не определен еще в отношениях с ней, это другой вопрос. Но в любом случае у мужчины на первом месте его работа, его охота, его достижения. Если на первое место становится женщина, рано или поздно она начнет смотреть на тех мужчин, у которых на первом месте работают. Потому что рядом с ней ты просто инфантилизируешься, ты станешь слабым. А ей слабый мужчина не нужен. Она удовлетворит, возможно, свои какие-то запросы психологические на то, чтобы тебя осадить, чтобы ты был управляемым, контролируемым, и чтобы в том формате, в котором она тебя сейчас видит, ей было спокойно. То есть где-то она бессознательно может превратить тебя в непривлекательного мужчину. Я не говорю про внешность, а про твое внутреннее состояние. И вот эта внешняя, внутренняя непривлекательность успокаивает ее. Она убеждена в том, что такой, как ты, не интересен никому. А когда ты успешен, ты интересен другим женщинам. Ты всегда являешься таким лакомым кусочком, на который смотрят девчонки в надежде, что ты на них обратишь внимание. Если мужчина в эту игру начинает играть, он погибает. И я абсолютно сторонник того, что отношения просто для встречаний, они не приводят ни к чему хорошему, ни мужчину, ни женщину. И если ты хочешь просто удовлетворить свои сексуальные потребности, ну, для этого есть женщины с низкой социальной ответственностью. Они были всегда. Они будут всегда. И ты можешь абсолютно спокойно пойти воспользоваться их услугами. Закрыть кармические долги, отдать деньги. И идти заниматься дальше бизнесом. И если ты вошел в отношения с женщиной, и ты сделал свой выбор, ну, мне кажется, это абсолютно бессмысленно тратить на нее свое время. Потому что между вами уже начинается репродуктивный брак. То есть вы уже муж и жена фактически. Репродуктивно, биологически. Ни у твоего члена, ни у ее влагалища нет возможности определить, на каком этапе отношений вы сейчас находитесь и кто вы друг для друга. Там все процессы, которые происходят. Овуляция, семяизвержение твое. Если оно произойдет в первый день знакомства, в период овуляции, женщина забеременеет. Либо через полгода в день овуляции. С яйцеклетки все равно. И сперматозоиды тоже. Они встретились и поженились. А ты можешь уйти из этих отношений. Она останется одна и дальше. И я смотрю просто на эти процессы немного глубже, чем мы об этом обычно говорим. Но ты же являешься частью родовой системы. И ты как мужчина, и я как мужчина, ставим перед собой задачу быть какими? Сильными, успешными, честными, порядочными. Не терять лица своего, да? То есть становиться благородными. А кто такой благородный человек? Это благо своего рода. То есть передо мной стоит задача здесь, в сегодняшнее время, в этом поколении, в котором я сейчас нахожусь, стать лучшим представителем всех мужчин, которые были до меня. Может быть, я кого-то и не переплюну. И наверняка там были герои, которых ты никогда в жизни не обойдешь. Но сама цель, которую ты себе ставишь, стать благом своего рода, лучшим представителем мужчин по всей родовой веке. Это очень сильно структурирует мужчину. И если мужчина расхлябан и расхлябан в отношениях, это ни к чему хорошему не приведет. И в гармоничных отношениях, в семье, мужчина всегда будет более успешным, чем вне отношений. Да, безусловно, бывает так, что мужчине просто не везет. Он встречает какую-то, ну, не ту женщину. И рядом с ней загибается. Они расстаются и идут в новые отношения. Там попадается абсолютно осознанная женщина, которая понимает прекрасно, кто есть кто. Не претендует на территорию мужчины, на его свободу, дает ему возможность быть собой, развиваться. Он, соответственно, отвечает ей взаимностью. И прекрасно отношения устраивает. Про девушек с низкой социальной ответственностью немножко резонуло, потому что, мне кажется, многие мужчины по этическим соображениям не пойдут, но так или иначе половой инстинкт удовлетворить нужно. Ну, по этическим соображениям, многие мужчины из своих девушек делают проституток. Ну, когда ты же находишься в отношении с девушкой и не даешь никакой определенности, но при этом пользуешься ее телом за подарки, за ухаживание, за цветы, она не знает, как она для тебя. А допускаем ли вариант, если она сама на это согласна, что это времена? Если девушка говорит, мне не нужны серьезные отношения, я готова с тобой просто заниматься сексом и весело проводить время, это ее ответственность делать, что ходить. То есть такой формат возможен? Это ваше право. Когда мы говорим про низкую социальную ответственность, да, иди, сходи. Это тоже так утрировано. Ты хочешь, занимайся анонизмом. Ну, найди какой-то выход из ситуации. Ну, купи себе куклу резиновую. Сейчас он китайцы разрабатывает массу гаджетов. Удивительно. Даже целоваться на расстоянии можно. Не, ну, когда 18 лет у тебя есть, допустим, половая тяга, ты находишь себе девушку, и ты себе же еще не можешь фиксировать, что все, я с ней точно буду строить семью. Конечно, не можешь. Я тебе про это и говорю. Потому что когда молодой мальчик идет строить отношения сексуального характера с молодой девушкой, он еще не состоялся как мужчина. У него есть потребность удовлетворить себя, но при этом он не готов брать ответственность. То есть секс и ответственность идут рядом. Заниматься сексом может тот, кто умеет нести ответственность. И когда ты приходишь к девушке за денежку, ты сохраняешь договоренность. Ты платишь ей деньги, это твоя ответственность. А если не платишь, приедут ребята, набьют тебе лицо. Понимаешь? Обманул девчонку. Работала, работала, сделала тебе приятно, денег не заплатили. То есть здесь нужно быть честными в первую очередь. И мы понимаем прекрасно, что всю историю существования человечества проституция присутствовала. Я ее не пропагандирую. Я не считаю, что это является нормой. И если ты посмотришь наш подкаст с Ксюшей Бородиной, когда приходила девушка из данной профессии, я, безусловно, противник этого. Но мы понимаем прекрасно, что и в Древнем Риме это было, и в Греции, и куда мы ни посмотрим, в любую культуру, в любые временные отрезки развития человечества, от этого никуда не уйти. Скажем им спасибо. Ну, я могу сказать, что есть какая-то доля заслуг на их, хотел сказать, на их плечах, но почему-то напрашиваются между их ног. Хорошо у нас идет. А если мы все-таки хотим построить отношения, хотим семью, но понимаем, что в течение нескольких лет точно нам нужно прям очень много работать, и мы не сможем уделять внимание, собственно, своей девушке, как бы быть? Ну, это нужно проговаривать. Это нужно проговаривать все. То есть, если ты садишься и абсолютно нормально женщине своей объясняешь, девушке своей, куда идут ваши отношения, если ты озвучиваешь ей свою цель, намерение, ты говоришь, слушай, я вижу в тебе будущую жену, и я бы хотел, чтобы мы постепенно подготовились к этому. Значит, в соответствии с вашим планом вы выстраиваете действия. То есть, вы действуете в соответствии с планом. А женщины, они очень критично воспринимают отношения, в которых нет понимания, кто я. Ну, кто я для тебя. Девушка, временная девушка. Она может быть и временной женой, никто от этого не застрахован, институт семьи вообще упал. Но когда женщина понимает и осознает свой статус, а тем более видит промежутки какие-то временные, она понимает, что ей можно быть спокойной, она временно успокаивается, занимается своими делами, своим развитием. А если она не понимает, кто она для себя, и только предположениями своими руководствуется, она, естественно, превратится постепенно в истеричку. Ей будет очень важно обращать на себя внимание любыми способами. Как конструктивными, так и деструктивными. И это невыгодная история для нас, для мужчин.